С Дмитрием Полюгой, с депутатом муниципального образования Смольнинская в Санкт-Петербурге мы сейчас и поговорим, вот обсудим эту тему. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, спасибо, что нашли время с нами пообщаться, включиться к нам в программу. Ожидали ли вы вот действительно такой реакции на чрезвычайный вот такой смелый шаг с вашей стороны, ваших коллег, вот я имею в виду это вот решение суда, или это все-таки вот только начало? Да нет, конечно, мы не ожидали вообще такого распространения информации. Это было просто одно из наших решений. Мы с 26 февраля, в принципе, занимаем одну конкретную позицию по поводу всей этой военной операции. И сейчас просто так, видимо, настал нужный момент. А скажите, Дмитрий, а почему нужный момент настал вот сейчас? Так называемая спецоперация идет уже 203-й день. Смотрите, когда я говорю, что нужный момент настал, я имею в виду настроение в обществе. Возможно, с нашей стороны мы уже 2 марта обратились к Владимиру Путину с требованием прекратить военную операцию и уйти в отставку. Но тогда, мне кажется, это просто утонуло в каком-то море новостей. Все тогда были еще в шоке от происходящего. И тогда это не вызвало такого ажиотажа. Сейчас, видимо, все сильнее устали от происходящего и уже потеряли какую-то надежду на то, что кто-то вообще может высказывать мнение. И вот оно так выстрелило. Дмитрий, вот, кстати, да, вы сказали, что тогда это утонуло, а сейчас, наоборот, есть поддержка определенная. Вот изначально было там 18 муниципальных депутатов, сейчас уже сообщают о почти 60 депутатах муниципальных образований, которые вот тоже присоединились к вашему требованию. То есть получилось такое, как движение снежного кома, по сути, да, и, ну, очевидно, следует ожидать и дальнейшей поддержки. Ну, посмотрим, что будет дальше, пока получилось, как вы говорите, да. Ну, слушайте, вот, да, с этим заявлением выступили муниципальные депутаты Санкт-Петербурга, Москвы или Московской области. Тут, боюсь, ошибиться. А что с другими регионами? Почему они молчат, как вы думаете? Я думаю, что там в основном нету депутатов не от Единой России. Депутатам этой Единой России события нынешние ничем особо не угрожают. Муниципальные депутаты — это совсем маленькие люди. Вряд ли их ждут какие-то санкции в будущем за то, что они не высказались. Поэтому мне кажется, что им проще молчать. Но надо сказать, там не только сейчас Москва и Санкт-Петербург, там есть уже и достаточно отдаленные города, просто не так много людей из них. А можете, если помните, назвать эти города? Интересно, потому что я, например, эту информацию не слышал, не знал. И знал только о Москве и Санкт-Петербурге. Там точно есть Томск, там точно есть Самара, если я не путаю. Там есть города, которые я, честно говоря, даже не знал о существовании таких городов, поэтому я вам сейчас не скажу. Ну и тем не менее, вы с коллегами будете оспаривать это решение суда, которое хочет распустить смольнинское муниципальное образование. Понятно, что надежда есть всегда, но зная суть и особенность судебной системы нынешней в России, надежды, наверное, небольшие. Если все-таки будет распущено образование, как дальше действовать? Смотрите, апелляция в городской суд займет какое-то значительное время, это скорее всего несколько месяцев. Дальше можно обратиться с апелляцией еще выше. И даже если будет финальное решение по нашему совету, это еще должен сделать губернатор. То есть решение суда недостаточно для распуска, это только основание для губернатора распустить нас. Я не уверен, что сейчас есть такое желание. Я думаю, что к нам приковано определенное внимание. И если распустить совет, то придется проводить новые выборы. Проводить новые выборы исключительно в МОС-Смольнинске в один момент времени. Все взгляды будут прикованы к ним. Ну, слушайте, это же пока будут прикованы взгляды. Можно же отсрочить эту историю. И история Российской Федерации знает эти примеры. Когда вот, ну, пока было общественное внимание сосредоточено на конкретном человеке, да, либо на конкретном событии, вот чего-то такого жесткого не делали. А потом время прошло, люди подзабыли, появились какие-то новые новости, другие новости. И вы не боитесь того, что в этом случае наказание вам могут просто отсрочить? Все возможно. В современной России возможно все, да, я согласен. Ну, что делать? Будем делать, что можем. Дмитрий, вот персонально вам в виде наказания сейчас вот наложен штраф 47 тысяч за дискредитацию армии. Вот как там написано. Ну, вот я просто не совсем понимаю, при чем здесь требование отстрелить Путина от власти за госизмену и дискредитация армии. То есть, ну, или это просто нужно было устроить какую-то... Может, Путин, может, младший офицер, мальчик молодой. Подожди, вот тебе дискредитация армии. Он же главнокомандующий, в конце концов. Ну, пожалуйста. Ну, на самом деле, я согласен абсолютно со Славой. Тут как-то, ну, не сходится вообще абсолютно. Значит, требование отстранить Путина и дискредитация. Спасибо, Путин. Не только дискредитацию армии. Этот закон также говорит о дискредитации органов власти. И вот то, что вменяют нам, это именно дискредитация органов власти. По этому пути вот... Скажите, а вам из ФСБ еще не звонили? Знаете, не звонят почему-то. На самом деле, очень странно. Были звонки какие-то вот, ну, такие там, с угрозами, возможно, я не знаю, с предупреждением? Нет, нет. Были пара сообщений от простых людей, которые меня нашли в социальных сетях и пытались как-то угрожать. Но они потонули в море позитивного фидбэка. А скажите, а что писали вот эти вот, которые угрожали, и наоборот, те, которые благодарили вас? Те, кто угрожали, писали, что для либерастов наступают тяжелые времена, и что мне надо быть осторожнее. В общем, угрозы стандартные, довольно нелепые. Те, кто поддерживали, писали слова благодарности, предлагали помощь, мне предлагали уже пожить в разных странах в случае чего, предлагали оплатить наши штрафы и так далее. В общем, люди всячески нас готовы поддерживать. Дмитрий, ну вот все-таки, несмотря на вот такую действительно серьезную поддержку, ожидаете ли вы каких-то действительно результатов, я имею в виду вот этого решения, требований отстранения Путина? То есть, или это больше такого своего рода манифест, что называется, демонстрация, что вот даже среди депутатов, пусть и муниципальных, но все равно есть люди, которые, ну, осмелились, что называется. Потому что сейчас, ну, наверное, люди, когда выходят просто с белыми бумажками на площади, их забирают просто ни за что, а тут конкретное обвинение, ну, как бы это очень смелый шаг. Мы, безусловно, не ожидаем от Госдумы каких-то действий по результатам нашего обращения. Мы отлично понимаем, что такое современная Госдума, но мы надеемся на то, что мы подарим людям надежду, как минимум покажем им, что они не одни. Ну да, тут сложно предположить, что, значит, сидят в Кремле, ну, даже нет, не в Кремле, а в, я не знаю, в Украине, так, Верховный суд, Конституционный суд есть, я не силен в государственных органах власти Российской Федерации, ну, пусть будет в Кремле. Сидят, смотрят, значит, обратились депутаты муниципального образования, Смольнинская, с тем, чтобы привлечь Путина к ответственности. И Путин, ну, все, сушу сухари. Понятное дело, это такая горькая ирония, знаете, потому что я, честно говоря, каждый раз, когда читаю подобные новости из Российской Федерации, я все надеюсь на то, что, ну, вот, вот же, вот, уже есть некий толчок, есть какие-то позитивные изменения, может быть, в головах не у всех, но у некоторого количества людей. И я все ожидаю того, что вот это таким комом начнет преобразовываться, преобразовываться, и, наконец-то, приведет к тому, что нынешний режим Российской Федерации будет изменен, он будет изменен на демократический строй, да. Но к этому все же не приходит. Вот как бы горько не было бы сейчас это осознавать. Как вы думаете, почему? Я не вижу никаких сейчас методов для того, чтобы в рамках закона поменять президента в России, например. Поэтому, ну, не в рамках закона мы действовать, наверное, не собираемся, да, и возможности такой, конечно, у людей в России нет сейчас. Поэтому нужны какие-то тектонические сдвиги в обществе. Какие? Какие? Как вы думаете? Сейчас, Дмитрий, подождите секунд. Можете, пожалуйста, переговорить, еще раз сказать, потому что у нас были буквально 5-секундные помехи. Да, помехи. Я думаю, что должен появиться широкий общественный запрос на то, чтобы в России сменилась власть, и тогда, возможно, это произойдет. Пока широкого запроса нет, к сожалению. А как вы думаете, почему вот на это нет широкого запроса, а на так называемую спецоперацию широкие запросы есть? Почему так? Что случилось с российским народом? Вопрос на спецоперацию, честно говоря. Я думаю, что большинство россиян сейчас предпочитают вообще не думать и не высказываться. Я не думаю, что у большинства есть какой-то запрос на это. Дмитрий, вот вы, в частности, вспоминали, что вот если там будет распущено муниципальное образование Смоленское, будут назначены новые выборы. Я сразу вспомнил про недавние, ну, не знаю, их даже выборами назвать нельзя. На ваш взгляд, вот повлияло ли вот это вот волеизъявление, которое проходило недавно совершенно безальтернативно, я не знаю, даже предыдущие выборы были не такие, вот, на именно тоже вот, наверное, ваше такое решение ваших коллег, что, ну, по сути, уже со всех сторон, где только можно, ну, режим просто уже не оставляет шансов никаких людям на какие-то альтернативные точки зрения, на альтернативные политические взгляды. Простите, я не понял, на какое решение вы имеете в виду? Ну, я имею в виду вот этот вот призыв ваш и ваших коллег о том, что нужно признать Путина, точнее, ну, отстранить Путина от власти, то есть, он, он случился, вот это решение случилось раньше, чем прошли вот эти выборы, или это вот, оно как раз, что называется, одно-другое, все вместе наложилось, и вот в конечном итоге вот получилось так? Ну, наше обращение в Госдуму случилось раньше, чем выборы, я не думаю, что выборы кого-то удивили, мне кажется, что люди, которые следят за политикой внутри России, чего-то такого и ожидали, к сожалению, и, ну, я не связываю это как-то с выборами. Дмитрий, спасибо вам большое, что поговорили с нами, это был Дмитрий Полюга, депутат муниципального образования Смоленское. Дмитрий, спасибо вам, всего доброго.